привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас техническая рубрика но прежде чем начать сегодняшнюю тему о которой я вам расскажу чуть чуть попозже я вспомнил что я забыл поблагодарить того человека который мне в комментариях написал в ролике о подключении стиральной машинки сделать слив в холдинг танк так вот большое спасибо из-за вас я не спал несколько дней а потом поехал в магазин купил такие полный набор всяких фитингов и прочей фигни и сделал таки слив так как вы посоветовали поэтому от меня вам большое спасибо а сегодняшняя тема у нас будет следующее как вы знаете на лодке никогда не бывает варианта что все готово и все отремонтировано и у нас очередная поломка 220 вольт проводка выбивает и для кондиционера и для бортовой сети сейчас будем с вами проводить трабл шутинг и искать эту поломку то есть рубрика то есть сегодняшнее видео будет наверное нудно ну что запускаем 220 вы уже знаете как я вам показывал что генератор у нас запускается вот здесь нажать подержать гена запустился и вот вы видите с правой стороны идет индикация бортового питания это у нас 220 но я отключил фьюз а вот смотрите как выглядит ошибка которая сваливается вот это генератор то есть если мы включим вот так это будет сеть бортового питания от берега но у нас его нет поэтому это отключено это переключаем на корабль и включаем то есть вот у нас пошло 220 она есть а теперь включаем главный предохранитель что включаем видите все потухло питания нет это значит только одно что у нас есть предохранители которые идут от генератора дальше в сети но судя по щелчку его выбило это у нас будет на данный этап главный инструмент диагностики только что я вам показал на примере сети кондиционера потому что у нас выбивают и розетки и кондиционеры но я проверял розетки точно так же происходит но дальше мы будем дефектовать розетки так предохранители у нас находятся вот здесь и эту крышку мы закрывать не будем вот у нас два модуля и соответственно вот это кондиционер вот это вот розетки ну что есть вариант того что у нас общая проблема у кондиционера и у бортового питания может быть где-то коротят провода но мне кажется что проблемы эти две между собой не связаны хотя многие люди мне скажут что я не прав но вот у меня есть такое ощущение давайте попробуем проверим очень важно иметь на лодке мануал как подключено все электричество у нас такой мануал тоже есть давайте я вам его сейчас покажу вот открыли мануал сейчас я вам его покажу чуть-чуть поближе а мы идем разбираться какие провода идут откуда так вот 220 провода и они у нас имеют маркировки вот видите пик юси 3 что это тут ген 103 понятно то есть вот пик ю 3 идем мануал и смотрим где это находится так смотрим пик ю 3 вот у нас идет вход так вот эти клеммники пик ю 3 вот мы их нашли далее они идут к предохранителям большой еще какой-то модуль идет предохранительные от него идет лв иди то есть это опреснитель и наверное посудомоечная машина такс и вот пик ю 7 3 от него идет дальше фьюз который разводит всю кондиционерную технику вот поехали дальше рыться ищем у нас есть тогда получаются еще предохранители вот они так это кондиционер то есть вот эта штука выбивает если включить там а это у нас судя по маркировки на проводах они включаются вместе это опреснитель и 220 бойлер такс проверяем розетки отключаем 220 об запустился так значит тогда получается что у нас не работает так бойлер проверяем как проверить бойлер очень просто мы берем розетку бойлера вот она и и вынимаем и вместо него вставляем просто обычный удлинитель и затем в этот удлинитель мы подключаем просто кофемаш ну что проверяем работает значит возвращаемся к схеме и смотрим если у нас в схеме работает опреснитель и работает бойлер то есть это си и бойлер вот он идет на эту клеммник и опреснитель идет сюда и он идет на пике пике 3 это значит только одно что у нас 220 генератор работает правильно предохранительные большие блоки работают правильно они работают она вместе которая раздваивает розетки и все остальное проверяем вот у нас розетки клад выбило это значит что у нас проблема находится именно на модулях розеток но с розетками я уже немножко знаком у меня была когда-то проблема в розетке которая была подключена кофемашина это была проблема именно самой розетки я предпочитаю просто выкрутить все розетки и посмотреть их просто отключив и посмотрев к чему это приведет так вот я открутил одну розетку выглядит это все вот таким вот образом вот здесь подписано pack 4 и pack 7 розетки здесь очень просто отключаются все розетка отключена и так я делаю со всеми розетками и смотрю какая розетка собственно дает эту ошибку отключив все розетки вообще полностью все на лодке врубаю подключение розеток и опять выбивает это значит что с розетками все нормально розетки собираем обратно проблема где-то в другом раз проблема именно в проводах я знаю что у меня на лодке розетки разделены на два канала 1 идет starboard 2 порт то есть левая и правая сторона лодки я посмотрел по мануалу что после вот этого вот включение розеток вот идет еще один коннектор который уже подключен непосредственно на правую и левую сторону вот он находится вот тут так находится он вот здесь вот они так смотрим сейч 1 и это что у нас pack 70 и pack 90 вот pack 70 это у нас идет вот другая сторона а pack 90 это starboard отключаем сначала вот эту эту фазу потом вот эту фазу и проверяем какая же из них будет выбивать оказалось все просто выбивает starboard то есть pack 9 хорошо что есть мануал потому что если нету мануала это найти я себе вообще не представляю как а на розетке в задней каюте там где было написано pack 4 от этой стороны идет дальше разветвление на инверторы на зарядке батарей то есть но это уже так на будущее знать где основное подключение то есть основное подключение инверторов она находится в задней каюте и идет непосредственно из розетки ну что запасаемся отверткой и пошли разбирать розетки раз-два-три-четыре откручиваем такс вынимаем ого тут нормально так мощно такс вытащили все эти кишки что у нас здесь написано пак 30 понятно здесь сделано все следующим образом то есть вот это если мы сейчас его отключим вот мы отключили просто переднюю каюту а вот это вот эта часть идет ко второй розетке на другую сторону ну что проверяем об все отлично это значит проблема в передней каюте начинаем искать провод который идет от правой розетки к левой розетки находится под кроватью там где watertank и посередине между стенками он проходит на другую сторону ну вот сейчас я вам покажу где это такс вот эти два проводочка это как раз один идет 12 вольтовое питание а второй идет 220 на вторую розетку вот верхний черный такой вот это как раз 220 ну что мы только что проверили что проблема у нас в передней каюте давай посмотрим в чем я уверен что это тот провод который идет от розетки левой к правой сейчас у нас отключена просто передняя каюта подключаем розетку и отключаем вторую сторону такс это отключаем а вот эту подключаем так все у нас получается розетка подключена а вторая розетка отключена проверочка работает ничего не щелкает это значит что я был прав проблема в розетке проблемы нету потому что мы ее отключали проверяли проблема в проводе который идет между левой и правой розеткой давайте его сейчас я вытащу и наверняка его надо будет заменить ну что ж я оказался прав проблема была именно в кабеле и проблема была в том месте в котором мебель там есть такое такое отверстие через которое пропущены все провода и вот в этом отверстии кабель был перетер сильно аккуратно у меня его достать не получилось потому что там места мало пришлось его разрезать ну вот то место которое было мебелью повреждено просто просто на качке вся мебель и вся лодка гуляет в любом случае поэтому есть шанс что именно это и привело к тому что есть а может быть когда то какие то провода были неправильно проложены а может быть там они были в натяжку проложены заехали между мебелью это не имеет уже на данный момент никакого значения то есть причин может быть миллион но главное что нашлась причина и она находится вот вот в этом вот поэтому сейчас я еду просто покупаю новый кабель прикручиваю новый кабель и все так вот у нас эти провода здесь кстати очень прикольные вот эти клеммники вот видите квадратные дырочки в них просто запихиваешь маленькую отвертку там открываются зажимы и просто его туда запихиваешь и все и собираются они очень просто вот так вот кладется вот сюда так раз и потом накрывается крышечкой крышечка кстати очень важный момент у нее такие пазы вот она туда вставляется защелкивается а затем чтобы вот этот провод не болтался нужно взять маленький болтик и этот болтик закрутить и когда его закручиваешь он прижимает вот здесь вот такую пластинку которая не дает вылететь самому кабелю то есть вот он получается крепкий за него можно тянуть ну а далее мы делаем следующее мы просто подключаем обратно розетку вставляем его уже в штатное место так все и розетку просто берем и прикручиваем потом надо будет помыть стену потому что ее залапал уже грязными руками ну еще один маленький рывочек и все так это готово одеваем рамку ну и с этой стороны соответственно собираем все обратно так как эта лодка французская не могу сказать что самым удобным образом подписанные провода но хорошо хотя бы они подписаны потому что вот смотрите идет каб авант это значит что кабина авант авангард вперед оригард зад поэтому передняя кабина ну хорошо хоть они это подписали так вот я их стяжками стянул потому что я не люблю когда у меня провода просто болтаются ну и соответственно сюда их просто заправляем ну и розетку закручивать ну что розетка готова а теперь просто берем и проверяем так как проще и быстрее всего проверить розетки кофеваркой запуск генератора так питание есть дошло до 220 отлично далее врубаем розетки ничего не выбивает проверка кофеваркой оп ну вот друзья собственно 220 электрику мы и починили 220 вольт на лодке на лодке такое периодически случается и такая головная боль возникает крайне нередко поэтому оставайтесь с нами подписывайтесь и будем ждать с вами новых встреч уже через неделю пока